Ну что, дамы и господа, вы этого ждали, вы этого хотели? Встречайте! Матерь всех блогеров! На манеже все те же, да-да-да. Инусика, она теперь с прекрасными зубами. Ну, они уже неплохие, уже прекрасно. Я так соскучился по рекламе турецкой. Вот звук, когда Инусика снимает видео, я прям наслаждаюсь. Слышу издалека вот какой-то отель. Пока не хочу, я потом, знаешь, что я это говорю, может шаурму возьму, зайду. Ну не успею, ничего страшного. Нет, мороженое не хочу. Пока же первый день. Немножко прохладно, я думаю, не, не буду. Я в магазине смотрел свою любимую дон-дурму, была только не шоколадная. А мне нужна шоколадная, очень вкусная. Ой, так что все, встретились. Ну, еще не погуляли, прогулялись тут чуть-чуть. Покушали, сходили. Сейчас будем чай пить, чаевничать. Кто скучал по нашей веселой компании, а скоро еще одна веселушка приедет. И начнется трэшанин. Как они мне написали в комментариях. Они сериала ждут, конечно. Второй сезон, кстати, будет. Первый был осенью. Второй сезон сериала. Начинаем. Тусить. Ну, и Нусик как красиво всегда, все прекрасно, все те же картины, все на месте. Кровать не заправлено, я не успела сегодня. Ну, ничего страшного, у меня тоже не заправлено. Ты уже в 9 выехала в самотологию. Чай, вот, хочу попробовать такой, да, травяной. Вот, скажи, что там. Чай, а, для бани, да? Да. Столовую ложку смеси, так, 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 роза, шалфей, лимонник, тушица, земляника. Ну, там прям крупный такой сбор. Это я не ввиду, да. Зверобой. Два зверобоя собрались. Можно было не добавлять в чай. Ну, короче, ладно, будем это, чаевничать. Болтать. Да. Ну что, первый вечер, первый день, точнее, в том числе вечер, заканчивается, мне подходит к концу. Иду от Денуськи. И завтра опять рано вставать. Ехать. В Анталию. Человек с зубами занимается. Так что. Вот. У меня планы завтра переехать в отель. Вот. Ну, до 12 тут выселюсь, там заселюсь. И, в принципе, планов больше никаких нет. Пойду гулять, наверное. Завтра идёте в тепло. Точнее, теплее на... Ну, кажется, 16 градусов точно будет. Дождей вроде нету. Ничего такого не предвидится. Может, в морпорт пойду погуляю. Может быть, на крепость поднимусь. А вечером Инуська приедет. И ещё встретимся. В магазиночке. Пойду, наверное, шаурму возьму. Потому что, если сейчас я не хочу есть, могу захотеть попозже. Лучше я сейчас возьму, съем. Сытненький буду в 10 часов вечера. Пускай и поздновато, но нормально. Поем. Вот здесь, кстати, фрукты. Ох, урма есть, которая мне нравится. Ну, мандарины мне понравились и те, кстати, тоже, которые я взял. Посмотрите, маленькие. А, нет, это Кумкат. Вот мандарин маленький. Совсем со зрением плохо. Вообще по 20 мандарин и лир. Ставьте лайки, подписывайтесь. И пишите, пожалуйста, комментарии. Только желательно добрые. Мингрус, мингрус, мне не надо. А он, наверное, всё уже закрылся. А, он до 11, наверное, вряд ли. Время-то ещё 10. Всё. Продолжение следует. Ну что, доброе утро, добрый день. У меня следующий день. Так, что-то стою около окна. А, темно, я свет выключил. Вытащил эту. Время у меня где-то, наверное, 11 час. Вот, со светом лучше. Я проснулся, умылся. И думаю, что я буду лежать. Особенно надо по-быстренькому собрать. Чемодан прям 5 минут вон собрал. Зубы почистил. И сейчас отправляюсь в свой этот. Тапки не убрал. Ну ладно, тапки сейчас в другой пакет положу. И отправляюсь в Молу. Где я уже договорился вчера, что приду. Меня сейчас заселят. Завтрак, по-моему, там до 10, но я на него и не планировал, если честно. Ой, тапочки. Тапочки, тапочки. Надо убрать. А так вообще все. Все я взял. Все проверил. Кровати, телевизоры, холодильники. Ну ладно, это они сами выключат. Если им надо. Пойдем на балкон еще. Выйдем. Выйдем. Мне сейчас вон туда. Это фотография. Ну потому что потом будет выбирать проще. Я еще даже не дышал свежим воздухом. Не выходил. Думал в 12. Мне что-то в 12 надо высечь. Думаю, а смысл ждать в 12. Вот я не понимаю, зачем они проветривают номера. Или это не они проветривают номера. Дверь от... Потом там колотун. Слушайте, я понимаю, проветрили и закрыли. Чтобы кондиционеры люди брали, когда заселялись. Хотя другие закрыты. Ну там, наверное, кто-то живет. Когда я пришел, балкон был закрыт. Значит, это кто-то из людей, наверное. Артхаус. Вон картины продают. В общем, ладно. Пошел я переселяться. Слушайте, тут достаточно тепло. Я имею в виду вот за ночь у меня кондиционер прям очень хорошо все. Прогрел. Спал просто как этот птенчик. Немножечко, конечно, отечное лицо. Потому что вчера и воды много попил. И после перелета. Но выспался. Полной силы, энергии, так сказать. Немножко сейчас разойдется лицо. Может быть на массажик схожу, не знаю. И буду отдыхать. Буду отдыхать. Пожрать. С собой не зря колбаски взял. Поэтому я не только инуськи привез. Я еще себе чуть-чуть взял. Потому что, ну, хочется тут колбасы такой, знаете, нашей. Сырокопчененькой. Вот я себе тоже взял. Вот. А тогда это, кстати, я не привозил ни разу себе колбасу. Оксанка, вот Ширяева я имею в виду, ребята, они всегда привозили, кстати. И сыр, и колбаса. Я что-то думаю, нафиг. Тут же можно всего поесть вкусненького. Ну, а колбасы нашей все-таки нет. Брать их в ветчину, конечно, можно. Но уж лучше нашу колбасу взять. Так, ладно. Все, одеваю куртку и выдвигаюсь. Можно было жилетку одеть, но тут дойти недалеко. Я решил это, потому что она все-таки побольше. Чтобы в чемодан ее не утрамбовывать. Пошел переселяться. Ну, все. Я в своем номере. В том же самом номере, что и был, ребята. Всегда такие ощущения, знаете, когда старые. Ну, даже не старые, а в котором ты был номер и возвращаешься. Та же самая ванная, раковина, чашки, кроватки мои. Он, конечно, попроще, поменьше номерочек. Но как бы во всех планах выгодно для меня. Тоже холодно, конечно же. Здесь деревянные окна. Не знаю, плюс это или нет. По сравнению с пластикой, но там все равно дует. Почему на втором этаже, ребят? Это, кстати, я также на втором этаже. Как и в прошлый раз. Потому что наверху еще ветер будет сильнее. Поэтому я выше не стал. Можно было бы повыше номер взять, но я не стал. Так, и здесь плитка. Она может быть... Хотя там ламинат тоже, знаете, был очень такой холодный. Цена вне сезона. Сейчас, естественно, цены все выросли. У меня тогда было 500 лир в октябре. И сейчас... Ну, сентябрь, октябрь. И вот... Нет, сентябрь у меня было даже больше я платил. А сейчас просто лира упала, и цены везде выросли. Поэтому также 500 лир. Но я уже плачу как бы меньше в рублевом эквиваленте, потому что упало. У меня сюда входит кондиционер. Сейчас он нагревается. Вот, я думаю... Кстати, меньше комнаты, даже лучше. Мне кажется, он нагреет быстрее. Потому что охлаждал он очень быстро, я помню. Этот кондиционер. Комнату, когда вот жарко было, когда я приезжал. Завтраки у меня входят. Кондиционер, хороший интернет. Там тоже, кстати, я подключился к интернету. К бесплатному. От ресторана внизу. В Аслане. И в принципе, знаете... Три видео я загрузил. За ночь поставил, они легко загрузились. В принципе, без проблем. Но здесь еще лучше интернет. Здесь и завтрак, и кондиционер, и все, понимаете. Свои плюсы. Вот. И еще, кстати, ближе к морю на метров 100-150. Все, пойду сейчас оплачу. Паспорт заберу. И все, я свободен. Можно гулять. Как ветер. А, мне надо дойти в магазин. Как ветер. Мне надо дойти в магазин за хлебом и позавтракать. Сейчас еще чаю у него попрошу. Может, он мне чайку нальет. Будет вообще замечательно. Ну, знаете, все. Я уже в Мигросе все отдал. Денежку. А, вчера сняли сынуськой наличными с ее банка. Ну, я ее перевел от нас через эту, через CoronaPay. Перевод. Есть в чем. У меня на втором сайте есть видео. Артем Воронов Live называет ссылка есть в описании, как переводить деньги из России, да, в Турцию. По-хорошему курсу и получать, так сказать, наличными. Так, что мне надо, вот я взял сейчас яблоки, мандарины 2,7. И, кстати, как стоили, так и стоят. Вроде ничего не изменилось. Денуська сказал, что подорожали. А вроде осталось так же. Колбаса у меня есть. Мясо, смотрите. Да, на 400 лир. 400 лир и 1200 рублей. Вырезка как-то, типа, на гуляш. Так, маслинки мои. Тоже подорожали. Тоже подорожали. Боги. Это вот эти вот по 41. Это знаете, проще теперь и выгоднее. Ну, во всех планах в России, конечно же, покупать эти маслинки. Нет смысла отсюда тащить. Халва. У меня, кстати, Наташкина еще лежит где-то халва-то дома. Какой-то это добрал, не помню, фирму. Дорку. Вот это что ли, дурку. Так, воды сразу хотел взять. Вода тоже вроде не подорожала, как была, так и осталась. Мигрыскарты появились на кассах купил. Да, 5 литров. Мне нравится вот эта дамла. Так, минералка пока есть. Сейчас возьму, она по 10 этих. А так она вообще 21 стоит. Пока по десятке можно взять. Еще, знаете, на выход можно маленьких бутылочек взять воды. Вот это вот мне нравится. Давайте возьмем 3 штуки, чтобы еще выйти. Вышел, так сказать, из номера, на улицу взял с собой воды. Чтобы нигде потом не заходить. Все, на кассу. Время вспомнил. Надо взять шампунь. Вот этот я всегда беру, мне нравится. Есть он какие-то другие вкусы. Ну-ка, дайте-ка. Понюхать. Этот мне не очень понравился. Вот это ничего такой. Свежесть какой-то цветы. Мне вот это я привык. Нравится мне. Я его и как гель для душа, и шампунь использую. 55 лир, да? На троечку умножайте. Нормальная цена. Так. Ну-да, ну-да, ну-да. Все. Все основное взял. Мыло, мыло, мыло. Мама мне дав любит. Вот дав тоже. Маленькая 90-граммовая. По 100 рублей, грубо говоря. Усё. Хотя что-то ветра-то нет. Это из-за угла вышел был ветерок. Хотя тепло, сегодня, 16 градусов. Что-то не закатали машину-то. Выдвинулся в морской порт. Выдвинулся в морской порт. Прогуляться. А, девчонки бегут. Но я не хочу бегать. Это не мое. Пускай бегают спортсмены. А мы, мы не спортсмены. Ну, конечно, такое, знаете, ощущение немножко непривычное. Когда-то привык, что здесь жара, что здесь все в шортах. Если те, кто вот ни разу не приезжал, не в сезон сейчас приедут, они, конечно, офигеют. Давайте будем честными. Они офигеют, скажут, нафиг нам это надо. Ля-бла-бла-бла-бла-бла. Чего мы тут забыли? Нужно понимать, что вы сюда едете прогуляться в несезон. Сменить картинку. Все-таки здесь зелень, да? Климат другой подышать. Это то же самое, что вот и в Сочи полететь, знаете, зимой. Я летал каждый год зимой. У меня либо январь, либо середина ноября. Попадал в Сочи каждый год. Уже, наверное, года три подряд. Ой, ничего. Вот сколько мандаринов. Просто все усыпано. Точнее, да, это апельсины, это не мандарины. Но они невкусные, они горькие. Это такие, знаете, декоративные. Хотя, может, попасться вкусный. Просто усыпано все, да? Красиво. Цитрусы. Морской воздух. Дышим. Вот для чего, понимаете, сюда приезжайте. Вот. За. Когда жарищи, тоже ведь многие не любят, умирают. Вы едете сюда не купаться, если что. В том числе и я. Купаться. Ну, хотя бы в Египет надо было ехать. Днем можно залезть, хотя вода там тоже, знаете, 22-23 градуса. В Красном море сейчас, да? Здесь в Средиземном 19-20. Ниже 18 оно здесь не опускается, в принципе. Поэтому тут уже кто к чему готов. Ну, вот. И я так попался еще на самые холодные дни я приехал. Точнее, вот, которые сейчас идут пару дней. Потом вроде потеплее обещают. Ой, что-то новое открылось. О, бывает бурек. Бурек, выпечка. Тоже какая-то морской порт. Там хочу погулять. Красивее. Солнце прям вылезло. Дошел я. Мне говорят, что это такое, когда ты позируешь? Ребят, это называется я позирую. Для этой... Как она называется-то? Для Аватаркива. Если кто-то, блядь, не понимает, это не моя проблема. Ну вот, с солнцем совсем другое дело. Тепло. Даже ветер стал теплее. В смысле, сейчас туда рухнет телефон. Не дай боже. Не дай боже просто. Ну, ничего, народ гуляет. Меня, кстати, спрашивали, сколько стоит перелет в комментариях. Сейчас не сезон. Расскажу, наверное, уже, может, с каком-то отдельным видео. Потому что не все смотрят до конца же. Ну, либо в прямом эфире, можно скажу. Если выловить, то недорого, ребят. Я просто сейчас наверху. Я имею в виду здесь, да, не стою. И здесь, конечно же, ветерок. Айлаго Алани. Мне бы хотелось туда съездить в этот раз тоже. Может быть, съездим. Сынуська, может, Ленка приедет, тоже съездим. Я не помню, Ленка там была. Мы ездили туда с Ленкой или нет. Красота. Слушайте, картинка как будто сзади нарисованная, да? Мне кажется, как будто как нарисованная. Волосы чуть-чуть приложились. Ну вот. Аватарки-то надо как-то делать, ребят. Из видео тоже не всегда вырежешь нормально, качественно. Поэтому. Уж как получается. Снимаю на эту, на переднюю, на фронтальную камеру все-таки. Ну, по крайней мере, если я хоть вижу, я вижу картинку. На переднюю-то, как мне сказали, вообще шикарно, да? Ну, нужно к ней привыкнуть. Держать неудобно. Либо какой-то штатив с ручкой, либо просто надо попривыкнуться. Такой эффект боке, да? Называется. Ресторанчики вам работают. Давайте посмотрим цены. Так. Ой, господи, на турецком. Это что, на английском? Нет. Тоже. А, это напитки. Фиг поймешь. Есть на английском, кстати. Угу. Угу. Вот здесь, кстати, Наташка с Вадимом, привет. Если смотрите, кушали. Как помните. Вот и сидели. Мне нравится это место. Может быть, тоже синучка сюда зайдем. Хотя, я так понимаю, здесь цены не ниже. Может, какой-то и кафе, и ресторанчик, что-то. Поездки. Знаете, по истечению прошлой поездки я так подобно. Это я, кстати, широкий угол включил. Не знаю, как там качество, что будет. Пусть у меня солнце, в принципе, падает. Может быть, и нормально. В магазин идешь, знаете, тоже не меньше оставляешь. Вот. Поэтому можно и в кафе сходить кушать. Одной шаурмой гизремея питаться не собираюсь, если что. Многие переживают за мое питание очень. Не стоит переживать. В этот отель тоже смотрел. Телефон хотел выключиться. Не знаю, что это наснимал. Б-блогер великий. Иду не по солнцу. Не, знаете, на солнце, конечно, вообще другое дело. Вообще все по-другому. И эмоции даже другие. Солнце просто forever. Смотри, какая там красота. Сейчас будет. Учусь перехватывать. Телефон, надеюсь, я ничего там не отключу себе. Потому что вы стоите на широкую уголку днем. Очень красивый кадр. И сзади больше картинка получается. И стабилизация нормальная. Я бы не сказал, что плохая. И еще звук прекрасный. Харбор. Закрыт, что ли? Нет. Или да. Не закрытся. Кстати, держу левой рукой. Что не очень привычно. Я привык правый. Нет, открыт. Просто это закрыли. От ветров. От ветра дуя. Какая красота. Красотень, да? Вот, ребят. Вот зачем сюда ехать. Обязательно на крепость. По традиции. Тоже поднимемся. Сейчас покажу вам немножко красоты. Море волнуется. Ну вот, если пару дней постоит. Градус от 16, 18, 20. Я думаю, можно даже будет купаться, залезть. Немножечко. Так вот, вам чуть-чуть поближе. Картинки. Морем пахнет. Знаете, как удобно, когда вот так переключать можно во время съемки. Морская вода полезная. Ветерок здесь, не знаю, надеюсь, он, кстати, не будет слышен на камере. Может, какое-то все-таки шумоподавление. Заодно. Ой, да, я чувствую морскую. Ой, это запад. И чем вам не красота? Вот чем она? Знаете, я бы с радостью нос промыл бы морской водой. Большой бы радостью это сделал. Но здесь я точно ведь не залезу? А, пошло все, знаете, прыгнул такой. Об скалы, Керакс. Не знаю, что там насчет ветров, ребят. Слышится, меня нет. Ну, надеюсь, что и слышно. Я не вижу, что я снимаю. Камеру переверну. Слышится? Море. Море. А я его еще запах ощущаю. Крепость в кискуле. Так, ну что, корабли-то, конечно же, на месте. Может быть, не совсем такое большое количество. Некоторые, может, кстати, уплыли куда-нибудь. Мне сейчас предлагали поплыть тоже на корабле, ребят. Небольшой такой кораблик. Один час. Вообще, 10 долларов стоит. Мне приложили за 5 долларов. Но они не так по 5 долларов ввозят. Вот, ну, если там десяток не было. Вот. Тем более, ну, групповой-то прокатнулся. Один не хочу. Может быть, девчонки потом захотят вместе. Так веселее. А что я сейчас один там сяду на кораблю? Сидеть? Ни с кем не поговорить. Так не хочу. Если что, получше, потом компания. Прокатимся. Маяк. На маяк мы потом сходим. Конечно же. Сейчас гуляю здесь. Вот, в морском порту по набережной Азан. Слушайте, я его так давно не слышал. Раньше вообще он мне не нравился. Раздражало потом. Чем чаще стал ездить, тем прям больше мне стал нравиться. Яхта Ибица. Интересно, Ибица. Какая сейчас погода. Теплее. Вообще, Средиземноморье, в принципе, плюс-минус одинаково, да? Погода разгулялась. Действительно, 16 градусов точно есть. В капюшончике. Хотя, ребята, он ездит, смотрите, налегке. И в шортах люди ходят. По-всякому одеваются. Кто как привык. Я за годами стал, знаете, тепло любить. Ценить, любить и уважать тепло. Не хочется лишний раз застужаться. Там вот улица баров, в которой мы с вами шлялись. Сейчас не знаю, вообще там что-нибудь бывает. Я вообще, кстати, не знаю. Работают клубы, интересно. Ну, Инк говорил, что, по-моему, этот не Робин Гуд, а, господи, Миллениум, что ли, как там там называется, должен работать. Я уже посидел тут на лавках, понаслаждался. Надо рассказать. Да, экран, который мне просил сделать на эксплуатацию. Можете держать так удобно. Летит, летит. Летит. Кстати, по поводу интернета, не знаю, по-моему, это еще такое. Что там будет слышно? Вроде не особенно, кстати, ветер слышно. Ага. Вот интернет, мобильный, еще тут, нужен ли он или нет. Если подключать, то подключать, вот. Да, по сути, слушайте, если на зайти, сколько он стоит. Сейчас там обед до полвторого, по-моему. Может, уже закончился. Сейчас время как раз на, до второго. зайти, посмотреть. Вот. В принципе, я думаю, можно подключить. Если цена осталась та же, 385 лир, или там, чуть-чуть, несущественно, да, повысился. Я думаю, можно подключить. Все будет на связи постоянно. Ну, или что, это, знаете, это удобство все-таки. такие громадные там деньги. Сколько их там? Четыре, тысячи полторы. Выйдет. На 20 гиблов, по-моему, да. полторы. Пальма, слушайте. Пальма, дай, блядь, колючая. Вы не думайте, что они мягкие, они, пиздец, они проткнуть могут. Моя любимая атмосфера. Ребят, за атмосферой сюда едешь. И когда, конечно же, еще и жарко, еще и за морем. Но проживание в два с половиной, в три раза получается дороже в сезон. В тех же отелях, плюс-минус в два с половиной, в три раза. Да, смотрим. Ну, мы же ездим на море. Ездим. Я вам два месяца купался. Что, мне думаете, не хватило? Хватило. Кстати, комментарий такой. Я вот не понимаю, кем он работает, что так часто может ездить. И знаете, дело, в принципе, не в деньгах, как я понял, а время. Типа, женщина, письмо, женщина была. Я работаю пять-два, у меня столько времени нет. Ребят, есть удаленная работа, понятие. Вот. Здесь понятие удаленной работы. Я успеваю все. Я к этому долго шел. в принципе, на себя удаленной я уже работаю много лет. Кому интересно, чем я там еще работал и так далее, можете зайти. Пойдем через парк. Можете зайти и посмотреть три видео вопрос-ответ. Чем я занимаюсь и все там рассказываю. Сейчас я живу в удовольствии. Я не скажу, что шибко богат и так далее. Нет, конечно, не миллионеры. Ну, все-таки отдыхаем в принципе экономно, да. Нет такого там много денег тратить на воду. Конечно, в головах многих большинства наверное людей не укладывается. Я их тоже понимаю. Фонтаны. Вот даже если у вас зарплата допустим 50 тысяч вы будете работать удаленно за эти 50 тысяч. Хотя за удаленку наверное больше сейчас платят. Ну, округлим 70 давайте удаленку, Хотя у меня друзья программисты там и по 200 тысяч получают спокойно. Практически за ничего не делаю, не, да. Кстати, я думал зайти, коль уж я в центре, зайти туда в магазин в Айкики. Пойдем туда перейдем. Администрация Аланейская. Хочу сходить посмотреть. Ну, коль уж я здесь хотя бы ценники. какие сейчас в Айкики и с пола. Если вам интересно, ребят, напишите, пожалуйста, я вам поснимаю. Может, какие-то определенные магазины интересные. Сейчас вот за три месяца как цены изменились по сравнению с осенью до 23-го года. Все равно гуляю, зайду, покажу. Как говорится, no problem. Знаете, еще перехватывать вот так научиться бы. И будет вообще прекрасно. Может быть, и привыкну на эту камеру снимать. Может быть. Хотя нет, фронталка тоже хорошо снимает. Но когда в ночное, то вот это основная лучше снимает. Плюс здесь мне нравится очень широкий угол. У него и стабилизация хорошая. А Ланя уже как второй дом для меня стала. В принципе, это еще два года назад случилось, когда я почувствовал, что как второй дом. И да, не надо писать, что у меня здесь нет ни квартиры, дома, ничего. Не обязательно, знаете, иметь собственность, чтобы можно было назвать вторым домом. Вторым домом я имею в виду эмоционально, духовно. Какая разница жилье, что я на улице живу? Нет. Я снимаю. Какая разница квартира, отель. У меня отель даже круче. Поесть приготовит и уберутся. В квартире все это делать самому надо. вайкики. Большой. Мне нравится большой вайкики. Все, зелененький. Пошлендрили. В общем, пишите, если интересно. Покажу вам там сцену, в комментариях. вайкики. Люблю. Целую. Увидимся в новых видео. Поставьте лайчочки. Напишите положительный комментарий. Вот, что вам интересно было бы увидеть. Возможно, какие-то места здесь съездить недалеко, да? Я готов. В принципе. Жду ваших предложений. Кстати, кто здесь, тоже пишите. Можете встретиться, погуляем, я не против. В общем, я не против. В общем, я не против. В общем,